Я случайно тут не запустил запись, и всё, что я сделал, это я одного рекрута нанял, чтобы, если что, его для камеры Галопа вырастить. Вдруг у меня не хватит, не будет никого из тех людей, которые у меня сейчас есть в казарме, для того, чтобы поместить в камеру Галопа. Ну просто здесь есть задание увеличить псионическую силу наших бойцов, то есть я так полагаю, как-то их возможности можно улучшить, однако чёрт его знает как. Но в любом случае нам надо высадку пришельцев прекратить и... О боже, подождите, надо только одно посмотреть, кое-что. Где эта шапочка для близнецов-то? Так, а как называлась штука, которая помогала мне защититься от... Помогала поднять мою силу воли? О господи, на защитную матрицу, на акселератор шли обломки кибердиска? Вау, я не знал. А, вот ментальный щит, нужен труп эфириала. Или эфириала? Хм. Без него никак, окей. Тогда... Ну тогда чё делать? Позади Асашай, так что надо ссылать рейнджер туда. Рамирес тут, ватрушка тут. Друзь тут. Все здесь. А может только нет, а только тебя убрать, наверное. Няня-то где, выжил? Все, вышло из... Кумы. Да. А, она уже на задании. Так, а кого нету? Не понял, еще раз. А, пирожок. Пирожок, идешь со мной, ничего не знаю. Так, ты уже в титановой броне. Надо на няню надеть пси-броню. Зато посмотрите, насколько она крутая. В хороших руках этот костюм может стать самой опасной из всех наших разработок. Вот это да. Охерительно выглядит. Да? Всего лишь пси-броню надо было надеть? Окей. Ладно, сила воли 97. Обалдеть. Ну, уровень здоровья маленький, правда. Поэтому давайте еще поверх наденем комплект нано-брони. Хотя он что-то не особо даст, поэтому боевые стимуляторы пусть будут. Не будем ее слать просто в бой. И все. Будет медиком. Пафосно выглядит. Начнем. Начнем. Кстати, эта ката, она у меня была не с самого начала. По-моему, я даже рекрутом не нанимал. Она, по-моему, после какого-то задания я пришла в качестве награды. Но сейчас эфириолу придет, наверное, капец этим мутоном. Готовимся к высадке штурма-1. Мутонов я уже не боюсь. Они... Готовьтесь к выброске. Надо разобраться с лунатиками из США. Бла-бла-бла. Пришли данные, что корабль сел в слабо заселенном районе. Живо отправляемся туда. Нужно уничтожить пришельцев. Вот, спасибо. Наконец-то к бою можно было перейти. То есть, подождите, сейчас постоянно будут садиться корабли, что ли? Так это неинтересно. Постоянно в этой лесистой местности где-то находиться. Ну вот. Такси. Рейнджер в канале. Мы рядом с кораблем противника. Штурм-1 готов к выходу. Ждем приказа. Понял вас, Рейнджер. Корабль сел сам. Падения не было. Так что ждите сопротивления. У меня такое чувство, что они стали бегать дальше. Мне кажется. Наверное, кажется. Так. Броню же я снял, снял. Так что ладно, неважно. А вот и они. Папам. Ну все, тогда этих троих выносим. А на всех остальных пока что-то плевать. А что, Рамирес? А, он не видит их этих? Окей. Тогда встанем по их готовности. Окей, давайте сейчас их подваним к нам. Забавно, но первым, кто пойдет в бой, будет Аката. Иди ко мне, деточка, иди ко мне. Дебил! В принципе, на это было рассчитано, но я не рассчитывал на то, что Рамирес промахнется. Чем дальше влез, тем хуже Рамирес себя показывает. Так, ватрушка полетел вверх. Куда он может долететь? До сюда. Сразу вынесем какого-нибудь говнюка. И все? Это все, кого ты можешь вынести? Ну окей, давайте кем-нибудь другим попробуем сначала порубать. А, хотя лучше сюда сесть. Лучше сначала теми, кто стоит на поле попробовать убить людишек, парнишек. Так, ну давайте байбай предпринят отчаянную попытку вынести ему все хп. Если что, ватрушка поможет. Убит. Так, а ватрушка, я не знаю, что делать. Бои готовности стоит. Если кто-то будет двигаться, ему капец. А то кого ватрушка не достанет. Да почему сразу псионика моего трогаете, а? Что он так не имется-то? Это все? Это все, на что вы способны? Фу, лохи. Шанс попадания все равно одинаковый, так что мы в это выстрелим. А пирожок обойдет с фланга. Так, главное ни на кого не напороться здесь. Херня. Убит. Так, еще раз в няне. Хотя подождите. Так, ватрушка никого не видит снова. Так, сейчас кого он видит. Тебя, тебя, стопроцентная меткость. Ну подождите, сначала я вынесу мутона. При помощи бай-бай. Или кинетическое поле, подождите. Ага, нифига себе, какое большое поле. Тупоумие, пси-паника. А, стопроцентное попадение, так что... Я думаю здесь, здесь она явно не промахнулась бы. Так, ну и здесь мы просто пробежимся. Сделать, сделать нечего. А, здесь тоже пробежимся. Так, остался один ватрушка, да? Ну он сделает крит сейчас по какому-нибудь врагу. Да, минус один, это хорошо. Куда приземлился. Обосраться, какой полезный перелет. Обловить! Врагов, по-моему, 14, если я не ошибаюсь. По-моему, 14. Здесь мы постуем более умно. Нет, подождите, пусть бай-бай попробует обезжать до него. У нее урон больше. А, она не сможет, черт. Ладно, ката. Упс, недовынес. Так, надо сюда пере... Ладно, давайте пока что не будем никуда переезжать. Мирожок. Главное, никого... Лунафиков. О-оу. Так, это я зря. Они обходят по флангам. Это я зря. Ну, зато теперь ватрушка их видит. Наверное. Ага, 85% урона можно нанести. Главное, чтобы назад на меня не перенаправили выстрел. Эфилил отражает атаку. Обалдеть. Сколько урона нанес? А, херей, сколько? А, два всего. Ладно, понял. Так. Эм. И что мне делать? Ладно, давайте попробуем выстрел из РПГ сделать. А, нельзя. Отстой. Ладно, неважно. Не суть так важно. Не попаду. Вынесу его здесь стопроцентно. Фух. Спасибо телекинетическим возможностям. А главное, чтобы сейчас Ката, если что, не повредили. У них подкрепление. Что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что. Обойти хотят. Ай, я пойду. А, бедный пирожок. Убил? Черт, попали. Нет, не убил. А почему показывали анимацию? Ладно, неважно. Черт, пирожок. Такс. Рамирос. Вынеси эту тварь, а. Молодец. Пирожок может подлечить себя сама. Если что. Так. Мне нужны боевые стимуляторы. Они же повышают? Да, повышают мою силу воли. Так, а я без них ходить смогу после их ввода? Черт, я без... После их ввода ходить не могу. Ладно. Я подумал, что я смогу ходить. Окей. А где автосохранение? А где? Алло, гараж, где автосохранение? О, что? Игра автоматически перестала сохранять миссии? Подождите. Настройки где? Авторакурс. Автосохранение есть. Странно. Так, я, пожалуй, защитное поле наложу. Они не смогут нам навредить. И это хорошо. Так-с. Пирожок отойдет назад. Эмм. Куда только? Вот сюда. И подлечит себя. Так, кто мне угрожает больше всего? Так, давайте потратим ракету точно, чтобы вынести вот этого Ковнюка. Надеюсь, Рамиреса не заденет. Задели... Задело... Ммм... Да вот что же... Ну, вот... Вот, а что такое? Почему мне не дают смотреть? Окей. Так, надеюсь, ты еще раз не отразишь атаку. Хер тебе, понял. Пошел вон. А, двойной выстрел. Хо-хо-хо-хо. Везучек поганый, а. Ох ты, твою мать. О-оу. Промазал, это хорошо. А откуда эти-то появились? Так, ладно. Рамирес. Надо что-то делать, надо что-то припринимать. А ватрушкина срочно отходить назад. И сюда, пожалуй. Такс. Все, что я хочу сделать, это взять разум эфириала под контроль. Или эфириала. Только надо сесть куда-нибудь в укрытие поудобней. Вот сюда, допустим. Такс, нужно сохраниться. Перед этим? О-оу. Обломись! Я даже не знал, что он там сидит, если честно. 17% всего? Блин. Че так мало-то? А тупо умее. 47%. Ну, если что, уничтожим его. Да. Ладно. Что бы мне сделать такого? Так, хорошо. Давайте посмотрим, может быть, кто не сможет попасть в него. Никто не может попасть. Окей. Пойдем вперед. Попробуем убить. Ублюдок, а? Ну и что это было? Охереть. Ладно, ловите гранату. А, блин, гранату еще не закинуть. А если сюда пойдут, то меня, скорее всего, вынесут. Вот же западлянка-то. Бай-бай, я уже не попаду. Хотя, там всего лишь один хп вынести. Так что, может быть, попаду. 5% обалдеть. Что ж делать-то, а? Ладно, попробуем сюда пойти. И кинуть им гранату. Не, не смогу. Обалдеть. 45%. Вынес, ура. Так, чтобы его захватить, надо, видимо, нехилые возможности иметь. Видимо, нужно вкачать ту самую каску. Сейчас кого-нибудь вынесу здесь. Вынеси его, Рамирес, пожалуйста. Молодец, Рамирес. Рамирес, подкиньте боеприпасов. А, окей, подкину. Потом, как-нибудь, когда-нибудь. Так, нужно вспышкой его. Выманить из укрытия. Ха-ха-ха, убежал. Что, он не сидел здесь? А, он назад прибежал, вот же тварь, а. И сейчас гранату кинет, да? Нет. Просто стрелять решил. Ну, все, я филиал уничтожен, так что это... Так что все самое страшное мы пережили. Обломись, урод. А ты-то куда выполз? Вали отсюда. О, боже. Ну, главное, ватрушку не трогайте, и мы будем в шоколаде. А, ты дурак, что ли? Чувак, привет. Идиот. Идиот. Такс. Надо что-то здесь сделать. Эмм. Обойти, что ли? Нет, не надо. Не надо так рисковать. Вообще, надо отойти назад и присесть надо. Ватрушкой. Ну, я пытаюсь присесть на землю. Алло. А, наконец я смог присесть на землю. Мы сели. Ну и хорошо. Хорошо. Ладно, пусть пока что здесь постоит. Ему сейчас прибежит пирожок и подлечит. Он, блин, не успеет добежать. Ну, если что, мы, по-моему, в пределах... Эмм. Не в пределах досягаемости, так что не страшно. Давайте подлечимся. Перед тем, как идти вперед. Я в нормальном укрытии сижу. Так что все окей. Не сними меня все в треем не будут стрелять, так что я выживу. Окей, давайте сюда попробуем прибежать. Перед этим сохранимся. Прибежать сюда. И выстрелить после стрельбы на пику. Кого-нибудь. Я вот думаю, кого из них выстрелить. Я думаю, что у меня не получится крит, поэтому лучше вот этого уничтожить. Прищучило! Так, а в это мы будем стрелять на подавление. Здесь ведь меткость жертва сделает дополнительный выстрел, если жертва начнет движение. Ух ты, еще и три. Ты единицы удал нанес. Окей. Очень это мне помогло. Я смотрю. Вот же твари, а. Больно бьют. Окей, что может сделать Рамирес? Ничего. Так, а мне нужно бежать назад, желательно сюда. Байбай разберется сейчас с ними. Пока. Да, пока. Все-таки крит получилось сделать. Бла-бла-бла, я в курсе. Подлечи ватрушку, он, бедняжка, страдает. Будет больно? Ну да. Елем-то в лицо или что это? Спрей. Так, надо куда-то выстрелить сюда. Он, наверное, один остался, поэтому можно особо не экономить патроны. А, ну да. Стрелять из РПГ нельзя после хода. Не забывай постоянно. Да у меня и патроны-то кончились в РПГ. О, в смысле пулемете. Ты тупой. Тупой. Тупой, тюпенький ты, тюпенький. А, здесь я не знаю, что делать. Ну, может быть, я отсюда его увижу? Неа. Ладно, пусть будет, пусть будет стоять в мире готовности. Да, очень ты сильно нанес ему. Очень ты сильно его подбил. А теперь скажи привет моей ракете, козел. Ты сдохнешь тупым, понял? Позвольте мне боеприпасов. А, она его не может увидеть. Окей, подбежим поближе. Сдохни, тварь. В твоей голове звучат голоса. Все задачи выполнены. Бла-бла-бла. Ну, естественно, какие тут задачи? Убить всех? Да, это просто посраться какая страшная задача. Очень сложная была. Мы летим домой. Сейчас засунем ката в эту чертову камеру. Надеюсь, она не сдохнет после этого. Ну, или не сейчас, чуть-чуть попозже. Боже, как далеко лететь назад, а. Че дают, че дают? А, ух ты, полковника дают. Медпакет восстанавливает на 4 ОЗ больше. Делает два ответных выстрела вместо одного. Блин, и то, и то полезно, но вот это у меня есть у... Как ее? У няни. А, это было бы совсем неплохо. Да, шут с ним, пусть будет спасатель. Офигеть, все ранены. Трупы, 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 трупы. Одни трупы везде. Дождемся конца пси-тестирования, что ли, потом тогда поедем в эту камеру Галопа залезать. Вот, осталось только использовать устройство эфириалов. Не знаю, зачем я туда пополз. Постройки. Так, мне что-то нужно было сделать в литейном цехе. Да, мне же нужен сигтопод и кибердиск. Которых у меня нету. Ну, обосрагалки. Обосраться. Обосраться, как отстойно. Зато у меня есть 99 инженеров, 95 ученых. Которых некуда, блин, засунуть. Ищем коль офицера все вымучено. И денег дофига. Отстой. Отстой. Лазер ТП-МП. Сейчас еще новобранцы прибудут. Бездарные засранцы, зачем я вас растил? Ууу, скоро Новый год. Надеюсь, здесь по времени не ограничена компания. И у него нет дара. У того, у которого 86 единиц силы воли было. Где он? Так, нет, не здесь. Где он, где он, где он? Где он, новоприбывший? Так. Где ты? Покажись. У Поповой 80 силы воли. Где же он? Вот, Стив Джонсон. Циклоп. У него нету, видимо, тоже силы воли. Или я его не отправлял? Ну-ка, подождите. Нет, я его отправлял. И у него нету дара. Хотя у него сила воли была намного меньше, чем у Ката. Но, видимо, не этим определяется сила воли. Так что фиг его знает. Я так полагаю, что уже смысла нету искать. Ну вот и все. Когда доброволец войдет в камеру, пути назад уже не будет. Мы шли к этому моменту с самого начала. И думаю, у нас больше не будет шансов что-нибудь изменить. А, то есть это финал, да, игры, получается? Ву-ву, мне страшно. Мне страшно. Мне страшно, может, еще попутешествовать? Может, Новый год пережить? А то как-то страхово немножечко. Мне бы еще здесь все изучить. Хо-хо-хо, не хочу. Не хочу. Давайте покончим с этим идиотизмом. И так уже растянул прохождение до не могу. Последний шаг. Когда устройство эфириала будет запущено, все процессы остановятся. Текущие проекты научного и инженерного отделов не будут завершены. Раненые бойцы в госпитале не вылечатся. Вы действительно хотите включить устройство? Подождите, надо посмотреть, все ли у меня в строю, ребятушки. Это что за хер? Уволить! Всех уволю! Так, вроде бы все в порядке, так что... Мы с вами запускаем его. Или подождите, я же могу кое-что сделать. Да, точно, шапочку для близнецов. Где она? Так, в литейном цехе я не могу доделать, да, устройство? Окей. Где эта шапочка, которую я хотел сделать? Ментальный щит. Вот как раз из одного трупа эфириала. Сойдет. Поможет мне, может быть, сейчас на задании. Ну а теперь, приступаем. Продолжаем. После каждой крупной победы, мы встречались со все более сильными врагами. Когда мы сбили первый корабль, лунатики попытались нас запугать. Руководил операцией командир сектоидов. Мощный псионик. Захватив гиперволновой маяк, мы нашли корабль с существом огромной... Чё у неё со хвостиком было только что? Когда мы получили устройство, ради которого эта тварь пожертвовала собой, на орбите появился гигантский корабль чужих. У меня возникает нехорошее подозрение, что теперь нас ждет встреча с еще более сильным псиоником. Мы уже ускорили эволюцию человека сверх всякой меры. Я думать боюсь, куда нас заведет следующий шаг. Но пришельцы не оставляют нам выбора. Нам нужен новый вид оружия. Няня, жги давай! Только не подыхай! Наконец-то вы смогли сделать то, что не удалось нам! What the fuck? Это что за рэпер пришел? Сейчас он еще руки скритит и скажет йоу! Что нам удалось сделать? Что? Что? Что это за клиффхенгер такой? Напасть на флагман пришельцев. Эмм... Что, реально, что ли? Так я могу до сих пор что-то делать? Я одного не понял. Я думал, что сейчас миссия запустится, а она не запустилась. Окей. А, ну да, время не идет, посмотрите. Так что, единственное, что осталось, это напасть на флагман. Появился флагман пришельцев. Это наш шанс. Запомните день, 14 декабря 2015 года. Он будет знаменательным для всей земной нации. Что, ката будет во главе? Ну, я этот состав обкатывал с самого начала. Так что... Изменим разве что у няни кое-что. А, блин, я и не буду вместо медпакета ставить ментальный щит. Я не хочу. Ну, давайте вместо боевых симуляторов поставим. Мы только что проверили, и они как-то особо не помогли. А нужно ли этот ментальный щит ставить? А, ну пусть стоит. Какая разница? Он больше... Он лучше, чем эти боевые симуляторы. Так, тут стоит цель, тут стоит цель. А, медпакет. Другомет нахер не сдался больше. Ты тоже себе можешь боевые симуляторы взять? Ну, я думаю, лучше гранату. О, да! Так, раз это крейсер, то я думаю, здесь мне поможет эта броня. Но я, пожалуй, все-таки ее не буду снимать. Хотя, подождите. Сколько дает титановая броня здоровья? Всего лишь на 2 единицы больше. Так что мне это не особо поможет. Поэтому броню Архангел повешаю. Цель будет. Здесь цель. У Рамиреса, как обычно, медпакет. Он не изменяет себе. Фух. Ну, понеслась. А летаю я, обратите внимание, все на том же судне, которое меня возило на задание еще и с самой первой миссии. Вот где основной ветеран-то. Вот где основной ветеран-то. Продолжение следует...